На заснеженной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной. Оперативно-спасательный отряд в считанные секунды прибыл на место чрезвычайной ситуации. По такому сценарию в регионе проходили командно-штабные учения КОС-2021. О подготовке спасателей к зимнему сезону расскажет Наталья Аитова. В результате ДТП водитель был зажат машиной. В считанные минуты спасательный отряд с помощью аварийного инструмента разрезали крышу автомобиля, вытащили пострадавшего и передали его сотрудникам медслужбы. Пассажиров автобуса эвакуировали. Наша работа направлена на поиск спасения людей. Ежедневно случаются всякие случаи и аварии, и аварии техногенного характера, и дорожно-транспортного происшествия. Мы всегда готовы к таким работам. Оборудование всё имеется. По сценарию спасательной операции эвакуированных людей доставили в пункт обогрева. Для размещения граждан, попавших в сложные зимние условия, будет развернуто 300 пунктов. Один из них, вот уже 20 лет, действует в средней школе номер 13. Организуем питание горячее здесь полностью. Эвакуация на пункте. Медицинский пункт присутствует. Комната матери и ребёнка присутствует также. И в этом нашем большом спортзале размещаются те люди, которые остаются в данный период, именно в весенний период, остаются потоплены. Дова приходят к нам. В области к зимнему периоду подготовлено 1184 единиц техники. Из них 621 снегоуборочная, 128 единиц эвакуационной и 72 вспомогательной техники. В ходе командно-штабных учений на построение снегоуборочной и высокопроходимой техники продемонстрировали готовность к работе железных спасателей. На территории нашей области имеется 396 снегозаносимых участков, которые ежегодно подвергаются снежным заносам. Если взять итоги прошлого года, даже последних двух лет у нас, ежегодно проводится более 90 случаев спасательных операций. То есть в 2021 году у нас было 94 спасательных операции, где было спасено порядка 700 человек. Предстоящие метели и бураны – это серьёзная угроза населению территории области. Только за прошлую зиму из снежного заноса эвакуировано более 700 человек. И благодаря слаженной работе спецслужб в случае гибели не зарегистрированы. Наталья Итова, Анатолий Белонок, Служба новостей.